Девушки отдыхают В центре внимания Так распорядилась судьба На следующие 15 лет это стало частью моей жизни Криминальные истории 3 марта 1987 года, четверг Дов Мидоуз, один из районов тихого городка Спринг Штат Техас, в 40 километрах к северу от Хьюстона Это было обычное утро для Кэти Одан Она была молодой матерью 27 лет Она была дома со своей маленькой 4-летней дочкой Ташей И грудным малышом Свон Она заботилась о своей семье и занималась привычными вещами Как обычно, она разговаривала по телефону со своей подругой Бонни Которую знала с детства Они разговаривали почти каждый день Бонни позвонила, и они обсуждали то, что происходит в их жизни, в их районе Затем примерно в полдень Кэти закончила разговор Потому что ей нужно было готовить обед для детей Позже этим же днем С ней пыталась связаться ее подруга, Лорна Они тоже общались почти каждый день Но никто не ответил Она попробовала снова Но никто не ответил Это было странно Лорна начала волноваться Этим же вечером в доме Лорны в Портлендсе Наконец-то зазвонил телефон Это была не Кейти, а ее муж Майк Майк беспокоился Он пытался дозвониться до Кэти, которая должна была быть дома с детьми Он просил Лорну сказать ему, не видела ли она Кэти, не говорила ли она с ней Лорна сказала, что не могла дозвониться до нее Они оба начали волноваться, и Майк попросил Лорну съездить к ним домой и узнать, в чем дело Майк был уверен, что все в порядке Лорна решила отправить своего мужа узнать, как дела Ее муж Джерард подошел к дому и сразу понял, что что-то случилось Что-то было не так Не горел свет на крыльце, было темно Внутри работал телевизор, но не было никакого движения Не было других звуков Никто ему не ответил Он был уверен, что что-то случилось Он отправился в магазин неподалеку, чтобы вызвать полицию 8.40 Полицейский из управления шерифа округа Хэррис подъезжает к дому Одамов Он сказал, что он подошел к дому, постучал в дверь, но никто не ответил Он заглянул в окно и никого не увидел Он дернул за ручку двери, она была открыта Он вошел в дом, услышал, что плачет ребенок Он прошел в главную спальню и нашел на кровати двухмесячного малыша Убедившись, что ребенок в безопасности, офицер продолжил осматривать дом Осталась одна спальня, детская Внутри шокирующее зрелище Тело Кэти Одан На теле колотые раны, ее горло перерезано На этом кошмар не кончится Офицер собирается позвать на помощь, как вдруг замечает еще одно тело Это Таша, четырехлетняя дочь Кэти, она жестоко избита Он думает, что она мертва И только когда подходит ближе, понимает, что она еще дышит В этот момент он выбегает из дома, чтобы вызвать помощь Так распорядилась судьба Я был диспетчером, и это была моя смена Поступил звонок Такое событие привлекло мое внимание Была убита женщина Ее дети были найдены в доме На следующие 15 лет это стало частью моей жизни Полицейские тут же направляются к дому Одан Начинается тщательный поиск улик Даже опытные детективы с трудом могут представить Что такое ужасное убийство могло случиться в Дафф Миддл Это было ужасно Это было жестокое убийство Это был обезумевший и яростный убийца По всему телу были колотые раны Убийца точно был в ярости В этом районе сложно представить, что такое жестокое убийство Вообще возможно Криминалисты нашли пятна крови на стене На шторах, на сиденье, туалетах Они нашли провод от лампы в схвальне, намотанной на запястье Кейти Полицейские управления шерифа пытаются дозвониться до мужа Но его ремонтная мастерская уже закрыта Они не знают, где находится Майк Власти связываются с родителями Кейти Шарлина и Фрэнком Мартинами И сообщают, что их внучку доставили в больницу Таша все еще без сознания, с ужасными синяками по всей голове Отец Кейти Фрэнк сказал мне, что они не понимают, что происходит Они были в больнице, никто не сказал им о том, что случилось Они ничего не знали, пока не увидели из выпуска новостей Как была убита их дочь Фрэнк очень сильный человек Настоящий житель Оклахомы Но он сказал мне, что когда увидел новости Заплакал, как ребенок Наконец, около 9 часов, Майк Одом приезжает домой Он в шоке и не может объяснить, почему его жена и дочь стали жертвами убийцы Несколько ответов детективы находят в доме Поскольку убийца был в ярости, он оставил несколько следов Мы нашли отпечатки на дверном звонке Но по ним сложно было что-то определить Кровь на стене, занавески повсюду совпадала с кровью Кейти Поиск улик продолжается в морге Скрытие показало, что Кейти 10 раз ударили ножом в грудь и 6 раз в живот Самая глубокая рана достигала 14 сантиметров, самая небольшая 8 Ее горло было перерезано в трех местах На теле обнаружена сперма В 1987 году анализ ДНК был не таким глубоким Но криминалисты смогли по сперме определить группу крови убийцы Затем нужно было проверить, совпадает ли она с группой крови подозреваемого И кроме того, есть свидетель Мы пытались поговорить с четырехлетней Ташей Все, что она могла нам говорить, это да и нет Она не могла вспомнить, кто ее избил Она не смогла сказать, кто был у них дома Как будто она подсознательно заблокировала эти воспоминания В конце предварительного расследования у детективов остался вопрос Неужели Кейти Одем открыла дверь безумному незнакомцу Или улица Голден-Дав скрывает какой-то более страшный секрет Следов взлома не было Ничего не было украдено Не было признаков борьбы за пределами комнаты Для офицеров, расследовавших это дело, ясно только одно Но Кейти знала своего убийцу Она свободно впустила его в дом Март 1987 года Жизнь в тихом пригороде из города Спринга, Техас Перевернулась вверх дном после убийства 27-летней Кейти Одем И избиения четырехлетней дочери Таши После убийства все жители района жили в страхе, особенно матери домохозяйки Они боялись нападений Не обнаружив следов взлома, детективы поняли, что Кейти знала своего убийцу Или у него был ключ Детектив Ронни Филлипс начинает с мужика Кейти Майка С самого начала ему не давали покоя и их непростые отношения Каждый раз, когда случается домашнее насилие, подозрение сразу падает на мужа Нам показалось подозрительным, что Майк попросил кого-то проверить Кейти вместо того, чтобы самому все выяснить Когда Кейти начала встречаться с Майком, все говорили, что она глупая и наивная девушка Она была популярной, общалась с самыми крутыми ребятами в школе Для всех стало очевидно, она влюбилась в Майка У них сразу завязались отношения, и они проводили вместе много времени К глубокому сожалению младшей сестры, Шелли В детстве Кейти и Шелли были очень близки Они были сестрами и все делали вместе Они вместе играли, жили одной жизнью Они все время проводили вместе Все изменилось, когда появился Майк Оддом Кейти была популярной во всех компаниях А Шелли, младшая сестра, была спокойной и тихой У нее не было компании Она была изгоем, но ее друзья сказали мне, что все изменилось Когда в 17 лет она встретила Грэга Маркоурда Которому уже тогда было 25 лет, и он был женат на сестре Майка Под влиянием своих парней девушки стали увлекаться алкоголем и наркотиками Это был бесконечный праздник Казалось, что Кейти и Майк идут в никуда Майк все больше становился зависим от наркотиков Он сам употреблял, он торговал им и сажал на них своих друзей Он вообще любил повеселиться А однажды, в 1977 году, он стал участником сделки по продаже героина на 450 долларов Оказалось, что он покупал героин у агента полиции И его арестовали Майк признал себя виновным в предъявленных обвинениях и получил 6 лет тюрьмы Кейти была очень расстроена, но она любила его и два года ждала, пока его не освободили Кейти и Майк поженились в 1980 году Ее сестра Шейли была подружкой невесты Майк стал работать вместе со своим тестем, а Кейти забеременела Казалось, Майк успокоился, но все было не так просто Однажды ночью, когда он ехал за рулем своей машины Его попытались остановить полицейский, но он начал убегать Началась погоня через весь западный Хьюстон На дороге выставили ограждение Он не смог вовремя затормозить и врезался на своей машине в одно из таких ограждений После случившегося отношения Кейти и Майка изменились раз и навсегда Они устали от мира наркотиков, в котором они так долго жили Кейти была готова двигаться дальше Они решили, что их жизнь должна измениться В 1986 году они переехали в тихий пригород Хьюстона, Спринг Для них это был шанс изменить свою жизнь, стать семьей У них был дом, обнесенный забором, о котором мечтали все молодые пары Знаете, такой белый забор Было очевидно, что Кейти довольна спокойным образом жизни Это был их шанс на новую жизнь Она вживалась в роль молодой мамы Она присматривала за детьми своих соседей Ее подруга Лорна, живущая неподалеку, сказала, что Майк и Кейти – это обычно молодая пара И в самом начале пути Они очень подходят друг к другу Они очень милы Они сбежали от проблем прошлого Лорна говорила, что Кейти – настоящая мать, и у нее все хорошо получается Но Майку тяжело было начать новую жизнь, и вскоре он снова связался с наркотиками Соседи сказали нам, что слышали, как иногда они громко ругались и спорили Детективы должны были выяснить, имеют ли эти ссоры отношение к смерти Кейти Через несколько дней после убийства Майк тщательно убрался в доме Он забрал всю мебель и уехал Больше в этом доме он не провел ни одной ночи Он никогда снова не спал в этом доме Он сказал, что никогда не сможет туда вернуться Позже он сказал мне, что почувствовал, как сгорела его мечта с белым забором Фрэнк, отец Кейти, не верил ни одному слову Майка Он всегда подозрительно относился к тому, что Майк, забрав всю мебель, уехал Он чувствовал, что таким образом Майк избавляется от улей, которые могли привести детективов к убийце Кейти Скрывает ли Майк Одем страшную тайну? Или к убийству Кейти причастен кто-то другой? Март 1987-го Округ Хэррис, штат Техас Детективы расследуют убийство Кейти Одем и подозревают мужа Кейти, Майка Вы должны понять, как думают детективы Они всегда начинают с очевидных подозреваемых Потому что чаще всего и оказывается, что самый очевидный подозреваемый и есть убийца Они сразу заподозрили мужа, но в тот день его не было дома, поначалу они не могли найти его Он имел отношение к наркотикам, он общался с некоторыми нечестными людьми Почти сразу же Майк стал главным подозреваемым Полицейские поговорили с коллегами Майка по мастерской по поводу его местонахождения в день убийства Они подтвердили, что Майк был на работе в нескольких километрах от дома Судя по детализации звонков, он звонил Лорни в Портландс в тот вечер по телефону в здании местной администрации Служащие администрации подтвердили, что Майк приходил к ним в тот вечер Это объясняет причину, по которой он сразу не появился дома Кроме того, что у Майка был алиби, он захотел пройти проверку на полиграфе, и он ее прошел Детективам сразу стало понятно, что он говорит правду Тогда перед детективами стал вопрос Если она знала своего убийцу, и это был не муж, тогда кого она впустила в свой дом в тот день? Основываясь на показаниях друзей Кэйти и ее соседей, детективы нашли еще одного подозреваемого Человека, которого Кэйти знала так же давно, как и Майка Соседка Кэйти Лорна, Портландс, рассказала полицейским, что за неделю до убийства Кэйти получила несколько странных звонков от человека, близкого к их семье, ее девери, Грега Маркоурда У Фрэнка и Шарлин Мартин, родители Кэйти, были свои подозрения И они подозревали Грега Они считали, что Грег вел себя странно После убийства Грег и Шелли исчезли, их никто не видел Но вдруг они появились в больнице, в которой 4-летняя Таша пришла в сознание Когда Таша была в больнице, Фрэнк и Шарлин, родители Кэйти, были с ней Когда они находились там, Грег и его жена пришли ее навестить Когда Грег вошел в комнату, на лице Таши сразу отобразился ужас К счастью, в больнице девочка находилась под тщательным присмотром Реальная угроза того, что убийца вернется за Ташей, да, конечно же, была Ведь она единственный живой свидетель Через два дня после убийства, в два часа Грег и Шелли пришли в больницу Фрэнк сказал медсестре не впускать их Подозрения становились все сильнее Детективы попросили Шелли и Грега прийти в управление шерифа, чтобы ответить на некоторые вопросы У Грега было алиби Он сказал детективам, что в это время он подвозил его жену Шелли в школу Он отвез ее, а позже забрал оттуда Мы попросили Шелли, сестру жертвы и ее мужа Грега дать показания и пройти проверку на полиграфе Пока Шелли проходила проверку Грег сказал, что он должен сходить заплатить за парковку Он вышел из кабинета, а через десять минут его адвокат позвонил нам и сказал, что он не вернется Он отказывается давать показания и проходить проверку на полиграфе Он просто ушел, и это о чем-то говорило Он ушел из участка и не собирался возвращаться Он отказался пройти проверку Это делает его подозреваемым? Вы представляете, какие у него нервы? Тогда Грег стал единственным подозреваемым Когда детективы узнают больше о жизни Грега Маркорта Они понимают, что этот человек всегда играл по своим правилам Грег был очень общительным, очень сильной личностью Он был парнем, который всегда мог достать наркотики Он всех знал Был знакомым с темными личностями И он легко заманил в свою ловушку 17-летнюю девушку Рано повзрослев, Грег живет у своих состоятельных родственников В роскошном особняке И вскоре там появляется Шелли Отец Шелли недоволен их отношениями Фрэнку Мартину Грег не понравился с самого начала Он считал, что Грег манипулирует людьми Он видел, как резко менялось его настроение Грег мог быть приятным парнем А потом в один миг он просто мог взорваться Майк Одем, напротив, восхищался Грегом Его друзья говорили, что он видел в Греге героя Для Майка Грег был самым великим человеком в городе Люди, которые знали Грега, говорили мне, что он был мошенником У него всегда была какая-нибудь история У него всегда что-то случалось Он всегда был готов с кем-нибудь поговорить Ему нужно было постоянно быть в центре внимания Ской Шелли пристрастилась к героину На местные праздники она приходит под героином Фрэнка это злит Не о такой жизни для своей семьи он мечтал Это сводит его с ума Обе его дочери, Кэйти и Шелли, связались с парнями из мира наркотиков Это его огорчало и злило Он думал, что не может положить этому конец Ситуация еще больше осложнилась В 1983 году молодожены Грег и Шелли были арестованы После того, как горничная отеля нашла в их номере кокаин, шприцы и 9-мм пистолет Грег и Шелли признали свою вину Но срок получили условный Их приговорили к 8 месяцам условного наказания Но они должны были завязать с наркотиками Когда они прошли тест на наркотики Их приговорили к 2-м годам тюрьмы Они были в печальном положении Им нужна была доза, чтобы снять приступы дрожи и лихорадки Когда Шелли вышла из тюрьмы, она весила 45 килограммов Когда Грег и Шелли вышли из тюрьмы Кэйти и Майк уже переехали в новый дом на Голден Дафф В надежде начать новую жизнь Но Грег и Шелли не просто пришли к ним Они принесли с собой их прошлое Кэйти сказала своим друзьям, что не любит, когда к ним приходят Грег и Шелли Она говорила, что они напоминают ей о прошлом, которое она так старается забыть Она считала, что Грег и Шелли снова пытаются втянуть Майка в этот мир Составляя его идти на преступления Она считала, что Грег и Шелли хотят разрушить тот хрупкий мир, который она пытается создать Когда появились Марк Орды, жизнь семьи Одам резко изменилась Я помню, как Лорна, подруга Кэйти, сказала мне, что когда Грег и Шелли приходили к ним Они все чего-то хотели Шелли хотела наркотиков, Майк хотел отправиться на какую-нибудь вечеринку А Грег... Грег хотел Кэйти Страсть Грега к Кэйти стала навязчивой Однажды, когда Шелли была в другой комнате, купая Ташу Грег попытался поцеловать Кэйти, и это случилось не один раз Он не хотел слышать «нет» в ответ Неужели эта страсть привела к смерти Кэйти? Через три недели после убийства детективы узнали от Фрэнка Мартина, что Шелли пришла в дом родителей Они с Грегом из-за чего-то поссорились На следующий день Шелли вернулась и попросила одолжить ей машину Она хотела забрать из дома кое-какие вещи Через два дня она исчезла Она так и не вернулась, а машина Фрэнка пропала Когда он узнал, что его машина пропала, позвонила его дочь Шелли И сказала, что она оставила в багажнике кое-какие вещи, которые хотела бы забрать Фрэнк Мартин проверил багажник и обнаружил там одежду Грега В пятнах крови Он принес эту одежду в участок, и мы провели экспертизу На одежде была кровь Кэйти Вот тогда-то мы подумали, что уже можем взять Грега Марк Орнта Но крови на одежде было недостаточно, чтобы сказать о том, что он был на месте преступления Вроде бы это была важная улика, но она вела в никуда Еще один тупик Следователь отказывался выдать ордер без убедительных доказательств Он молчал Он отказался пройти проверку на полиграфе И только и говорил С нами через своего адвоката о его алиби И человек, с которым он провел день, когда была убита Кэйти Был найден мертвым И так и не дал показаний Без свидетелей, без конкретных доказательств, без орудия убийства Дело не могло двигаться дальше Но Фрэнк Мартин не собирался с этим мириться Даже если бы ему пришлось самому вершить правосудие В деле об убийстве Кэйти Оддом в марте 1987 года появился подозреваемый Это был брат ее мужа Грег Марк Орд Прошел год без убедительных доказательств, и дело зашло в тупик К истории потеряли интерес Жизнь соседей, жизнь детективов продолжалась Это было еще одно убийство в городе, где полно нераскрытых преступлений В городе Сприн, Техас Жизнь продолжается, но не для отца Кэйти, Фрэнка Мартина Фрэнк Мартин упрямый, прямой и твердый человек Он ни на минуту не хотел смириться со смертью своей дочери Он был убежден, что детективы обруга Хэррис недобросовестно провели расследование Я думаю, что Фрэнк первым понял, что расследование не было проведено надлежащим образом Он не хотел идти на поводу эмоций Он знал, что его дочь была убита, и убийца все еще на свободе Он звонил людям, он звонил детективам Он всеми силами пытался привлечь внимание к этому делу В 1993 году, через 6 лет после убийства Кэйти, детектив Гарри Фикарис Человек, который работал диспетчером в ночь убийства, должен был возобновить расследование Когда ко мне попало это дело, я вместе с коллегой его прочитал Мы подумали, что это была одна улика, которую бы не мешало перепроверить В частности, нужно было проверить образцы спермы, найденные на теле Кэйти Мы знали об экспертизе ДНК и подумали, что если отправить образец на анализ, мы и получим результат В начале 90-х годов технологии анализов ДНК настолько продвинулись, что мы могли расширять цепочку ДНК Делать много-много ее копий Но недостатком было то, что мы не могли провести жесткий отбор Мы могли доказать, что ДНК, возможно, принадлежит какому-то человеку Но мы не могли исключить и остальных После нескольких недель ожидания пришли результаты анализа спермы с места преступления Шансы того, что ДНК принадлежат Грэгу, были очень высоки Но для детективов это не звучало убедительно Детектив Фикарис снова и снова просматривает дело Он отчаянно пытается найти пропущенную улику, любую ниточку, которая могла бы привязать Маркорта к убийству Он обратил внимание на утро дня убийства Мы знали, что Грэг отвез свою жену в школу Затем забрал ее оттуда Мы решили проверить, была ли она в тот день в школе Мы узнали, что даже если он и подвез ее до школы У него оставалось достаточно времени, чтобы успеть убить Кэйти Мы хотели заново допросить нескольких свидетелей Сначала мы обратились к Фрэнку и Шарлин Марте Мы сказали им, что хотим поговорить с Ташей Мы решили, что ее нужно отвезти к гипнологу Потому что считали, что это поможет ей вспомнить, что произошло в тот день И мы это сделали Мы отвели ее к гипнологу Он ввел ее в гипноз Это было странно Но она тут же вспомнила, что происходило после убийства Но что случилось в тот день, она так и не вспомнила Несмотря на усилие детективов, дело о убийстве Кэйти Оддом не сдвинулось с мертвой точки Снова предстояло занять место в архиве управления шерифа округа Хэррис Но Фрэнк Мартин в одиночку продолжает бороться за правосудие Долгое время ярость Фрэнка была направлена на Гарри Он стал козлом отпущения Фрэнк сказал мне, что когда убили Кэйти Какая-то его часть тоже умерла Он не мог с этим смириться Он чувствовал, что жизнь для него остановилась Он должен был что-то изменить Он должен был дать волю чувствам И Гарри стал для него мишенью Он все время звонил ему Он постоянно его преследовал У Фрэнка был ужасный характер Были дни, когда я был его лучшим другом, но потом все поменялось И я становился для него последним человеком на земле Я снова и снова думаю об этом и не представляю, как я поступил бы на его месте Может, я бы вел себя в сотню раз хуже, чем Фрэнк Мартин Потеряв веру в официальное расследование, Мартин начинает свое собственное Он следит за Марк Ортом В надежде, что его зять где-то проколется и даст ему лику, которая вновь откроет дело В конце концов, Фрэнк нанимает к себе на работу Грэга Он считает, что своих врагов нужно держать рядом Он всегда считал, что однажды Грэг проколется и что-то скажет Он считал, что лучше быть к нему поближе Пока Фрэнк Мартин делал все возможное, чтобы убедить людей в том, что Грэг убил Кейти Его дочь Шелли всячески его защищает Она защищала его как могла Она отказалась сотрудничать с полицией Она отказалась верить в то, что Грэг мог быть причастен к убийству Кажется, что в городе Спринг, штат Техас, никогда не узнает о том, что случилось с Кейти Уодом Но в 98-м году управление шерифа округа Хэррис сталкивается с неожиданной находкой Было решено создать отдел для расследования тяжких преступлений В этот отдел должны были входить три человека Роджер, Вершворд и заклятый враг Фрэнка Мартина, Гарри Фикарис И, конечно же, первое дело, с которым сталкивается Гарри, это убийство Кейти Уодом Прошло 10 лет с момента убийства Кейти Уодом И 5 лет с момента последней экспертизы ДНК Технологии значительно продвинулись Раньше, чтобы провести экспертизу ДНК Пятно крови должно было быть достаточного размера Прошли годы, технологии шагнули вперед И теперь для проведения такой же экспертизы достаточно едва заметного пятна, чтобы получить из него какие-то данные Детективы предъявляют ордер Грэгу Марку Орту И требуют сдать волосы, кровь и слюну на экспертизу Он охотно с нами сотрудничал Он сказал, что можете делать все, что посчитаете нужным Мы уже были готовы его отпустить, как вдруг он сообщает Знаете, я забыл вам сказать, но в тот день я переспал с Кейти Мы переглянулись Это было похоже на шутку Прошло столько времени, только сейчас ты заявляешь, что у тебя была с ней связь Кажется, что он снова пытается любым способом вывернуться из данной ситуации Он знал, что если на теле Кейти обнаружат его следы, у него будут неприятности Ему нужно было какое-то оправдание его следов на теле Кейти Смогут ли детективы найти способ поймать изворотливого подозреваемого Или Грэг Марк Орт Так и не получат наказание за убийство Прошло 10 лет после убийства Кейти Орт Детективы возобновили расследование У них есть вероятные подозреваемые и новые технологии Но у них возникла проблема Грэг Марк Орт заявил, что в день убийства у него была связь с Кейти Что служит объяснением его следов на ее теле Даже Фрэнк потерял надежду Он сомневался, что дело когда-нибудь будет раскрыто Он признался мне, что в глубине души он помышлял о убийстве Грэга Но он хотел получить неоспоримое доказательство его вины Мы знали, что Фрэнк и Грэг работали вместе Я думал, что однажды мне позвонят и скажут, что Грэг погиб Мы знали, что Фрэнк мог пойти на его убийство Но Фрэнк так с ним не поступил, хотя в глубине души он всегда знал, что Грэг убил его дочь Я думаю, что он его тихо ненавидел Время идет, а Фрэнк и его зять видятся все чаще Фрэнк и Шарлин хотели, чтобы их дочь Шелли была ближе к ним, а это значит, что нужно было приглашать в гости обоих И Грэга, и Шелли Им бы пришлось проводить много времени вместе Перестал ли Фрэнк считать, что Грэг убил Кэйти? Нет, но хотел, чтобы его семья была рядом с ним В 2000 году Грэг Марк Орд празднует свое 50-летие С момента жестокого убийства Кэйти Оддом прошло 15 лет Грэг указалось, что с момента убийства прошло много времени Он продолжал жить дальше Он и Шелли собирались в отпуск Наверное, он чувствовал, что ушел от наказания В это же время в одной из лабораторий Далласа продолжается работа над анализом ДНК С применением различных технологий Ученые пытаются узнать, как вычислить ДНК из странгуляционной полосы жертвы В 2002 году технологии ДНК позволили проводить более точную экспертизу И максимально исключить возможность ошибки Это позволило криминалистам определять преступника с большей степенью вероятности Исследования странгуляционной полосы заставили детектива вспомнить об одной улике, которую до этого никто не проверял Мы увидели, что на запястье Кэйти был электрический провод И подумали, что можем отправить его на экспертизу на предмет следов Грэга Мы решили отправить на экспертизу провод, который до этого никто не исследовал Мы использовали одну из новых технологий, которая называется ДНК-прикосновение Это всего лишь клетки кожи, которые остаются на местах, к которым прикасался человек Мы выделяем эти клетки и сравниваем их с ДНК-подозреваемого На проводе было много следов самой жертвы, потому что он был обмотан вокруг ее запястья Но также там были следы человека, который намотал этот провод Я все еще помню тот день, когда я получил известие о результатах экспертизы На проводе в перемешку со следами крови Кэйти были найдены следы ДНК Грэга Маркорта Я даже не могу описать вам, что я тогда почувствовал Как еще могли следы ДНК Грэга оказаться на проводе, обмотанного вокруг запястья Кэйти Одом? Ответ только один — он был там На этот раз это было неоспоримое доказательство 18 декабря 2002 года После 15 лет безрезультатного поиска улик детективы Фикарис и Веджворд арестовывают Грэга Маркорта за убийство первой степени Кэйти Одом Я все еще помню, как чувствовал, что смогу преподнести Фрэнку Мартину лучший подарок к Рождеству Несмотря на результаты экспертизы, Шелли Маркорта все еще верит, что ее муж не виновен Адвокат Грэга сказал мне, что результаты экспертизы ДНК являются косвенными доказательствами Что Грэг много раз бывал в этом доме В конце концов, он был братом мужа Кэйти Возможно, когда-то он и брался за провод от этой лампы Однако у него ничего не вышло После стольких лет отрицания в 2004-м Грэг признал себя виновным Это было смягчающим обстоятельством И вместо смертной казни он получил 45 лет тюрьмы В этой истории меня всегда удивляло то, что, по сути, все знали, кто убил Кэйти Одом Это знал и Фрэнк Мартин Он всегда считал, что Грэг Маркорд убил его дочь Но Грэг не сбежал Он всегда был там Он жил среди них Он работал с Фрэнком Я даже не могу представить, что стоило Фрэнку жить рядом с человеком, который убил его дочь Я не представляю, каково это Грэг Маркорд не отсидел положенный ему срок В 2008-м году, проведя несколько лет за решеткой, он умер от болезни печени Наконец-то справедливость восторжествовала Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова